Спасибо большое, Петр Владимирович. Спасибо большое все председатели. Извините все за опоздание, потому что параллельно идет Ассоциация онкологов Северо-Запада. Там у нас было тоже заседание достаточно важное по скринингу рак шейки матки. Это тоже очень важно. Ну а я сегодня остановлюсь на CDK 4.6 ингибиторах. Примет статическое раке молочной железы. Наверное, тут слайд достаточно у всех мелькает. То, что рак молочной железы вносит достаточно серьезный вклад в злокачественное образование у женщины, является причиной смерти у женщин. В общем-то, говорить в этой аудитории не приходится. На самом деле, когда мы имеем во внедрение в реальную клиническую практику какого-либо нового препарата, а CDK 4.6 у нас зарегистрированы были первые из них, палубоциклип, в конце 2017 года. И пришел к нам уже в реальную клиническую практику в 2018 году. И, в общем-то, у нас уже есть опыт достаточно серьезный. Препарат очень тяжело внедрялся. Мы все привыкли с вами к монотерапии, к моногормонотерапии. И, соответственно, нам было сложно представить себе, что доступная гормонотерапия вдруг утяжеляется с точки зрения финансирования и с точки зрения каких-то токсических эффектов. Кроме того, потом впоследствии был зарегистрирован другой CDK 4.6, рибоциклип, и, наконец, третий – это обемоциклип. Но на сегодняшний день, наверное, уже даже в нашей стране нет таких онкологов клинических, которые бы не назначали в качестве первой линии, не понимали, что преимущество комбинированной гормонотерапии на сегодняшний день доказано по сравнению с монотерапией, хотя существует 10, наверное, 15% пациентов, которые возможно назначать только гормонотерапию. Но большая часть пациентов, более 80%, в качестве первой и второй линии получают комбинацию. И мы решили сделать такой достаточно анализ не только у нас в Санкт-Петербурге. На самом деле, вот у нас на сегодняшний день в нашем учреждении около 280 пациентов получают различные виды CDK 4.6. При этом участие в клинических исследованиях на самом деле очень большой опыт всего учреждения. Ну и я хотела бы представить вам результаты исследования Прометеи, так называемые. Это исследование наше российское, в котором участвовали, как вы видите, достаточно много учреждений Российской Федерации. В частности, это проходило под гидой научно-медицинского, национально-медицинского центра имени Блохина. И назвали Прометеи выбор оптимальной терапии эстроген положительных Р2 отрицательным, метастатического рака молочной железы. Это, в общем-то, общероссийский был анализ предпочтений врачей для использования CDK 4.6. Какие были заданы вопросы врачам по Российской Федерации? В какой линии терапии вы ожидаете максимальную пользу от назначения CDK 4.6? В какой линии терапии вы обычно назначаете CDK 4.6? Какие клинические критерии определяют ваш выбор в пользу назначения? Какие критерии, связанные с эстральным поражением, определяет ваш выбор? Какие критерии определяет решение не назначать комбинацию? Что ограничивает применение комбинации гормонотерапии с этой категорией препаратов? И какова доля пациенток с метастатическим раком молочной железы, которые проявляют готовность активно участвовать в выборе опции терапии? На самом деле была задача, как все-таки сообщество клинических онкологов примет эту комбинацию для практического использования. Если это, в общем-то, не является на сегодняшний день камнем преткновения в Санкт-Петербурге, в Москве, в некоторых регионах, где особенно есть региональная льгота, то для врачей, которые работают только в рамках КСГ и только в рамках тарифа, и нет региональной льготы, для них достаточно существенно использовать или не использовать данную группу препаратов. Ну, первый вопрос. Кто по специальности? Подавляющее большинство это были врачи-онкологи, но и хирурги, которые также лечат гормонотерапией, назначают гормонотерапией. Это, в общем-то, 3% опрашиваемых. Регионы. Какие регионы участвовали? Большая часть, конечно, это был Центральный федеральный округ, но Северо-Западный федеральный округ это был второй регион. Ну и, как вы видите, представлено как Дальневосточный, Привожский, Северо-Кавказский, Сибирский федеральный округ. То есть достаточно большой такой пласт, разрез с точки зрения опроса наших коллег. Представители, как я сказала, Центрального округа было 36%. Большая часть людей, которые участвовали в опросе, 70% это были онкологические диспансеры, хотя были и даже многопрофильные больницы. Федеральные региональные центры, их было 16%, и Центр амбулаторной поликлинической помощи, их было гораздо меньше, 3%. Сколько пациенток вы наблюдаете с метастатическим раком молочной железы в неделю? Сколько таких пациентов приходят к вам на прием, или вы их видите в стационаре, где вы лечите? До 10 примерно где-то 14%, от 10 до 20 больных это 44%. То есть большее количество врачей ответили на то, что они принимают такое количество пациентов с метастатическим раком молочной железы до 20 в день. 22% те, которые принимают до 30 человек с метастатическим раком молочной железы в день. Ну и свыше 30-20%. То есть достаточно большая когорта больных раком молочной железы метастатическим у наших коллег и в регионах, и в центральном регионе, и в северо-западном, и во всех регионах страны. По большому счету, достаточно большая когорта пациентов, которых наблюдает. Ну и, естественно, конечно, был вопрос по отношению к CDK 4.6. В какой линии терапии ожидается максимальная польза от назначения? Как считают коллеги, которые уже знают результаты клинических исследований, которые уже слышали и знают об этих препаратах? Ну, на самом деле, большая часть, конечно же, ответили, что это первая линия. То есть 78%, вот я прошу запомнить этот процент, коллег ответили, что да, в первой линии. Ну, 18% во второй линии, конечно, меньшая часть, 4% сказали, что, в общем-то, четвертая, третья линия. В принципе, на сегодняшний день мы знаем, что стандартом первой и второй линии гормонотерапии является комбинированная гормонотерапия. И на сегодняшний день она даже как бы не определена даже с точки зрения отрицания наших коллег, потому что, в общем-то, 78% отметили, да, первая, вторая линия – это, в общем, то, что является на сегодняшний день правильным в назначении этой категории пациентов, люминального по типу ХЕР-2 отрицательного метастатического рака. Вопрос 6. В какой линии терапии вы обычно назначаете ингибиторы СДК-4,6? То есть врачи 78% понимают, что это нужно в первой линии. Во второй – это реже, то есть в первой линии, если монотерапия, в третьей – совсем не надо, 4%. Но реально в клинической практике вы в качестве первой линии сколько из этих 78% назначают в качестве первой линии? Всего 35%. Даже меньше половины назначают эту комбинацию в рамках первой линии. В рамках второй линии – 45% больше чаще всего, ну и в третьей – 20%. То есть у нас в Российской Федерации регламентировано не только рекомендациями международными, но и рекомендациями нашими. И в частности даже рекомендации, которые у нас на сайте Минздрава. Но все равно врачи в нашей стране большей частью назначают 55% во второй и третьей линии. А в первой линии только 45%. Из тех, которые ответили 78%, что надо в первой линии. Обсуждая первую линию терапии назначения, какие критерии, связанные с вестеральными изменениями, конкретные пациентки с лиминальным ХЕР-2 метастатическим раком молочной железы определяют ваш выбор в поле назначения следующих вариантов. Был очень интересный ответ, который мы получили от респондентов. Есть ли вестеральные метастазы без поражения печени? То, в общем-то, большая часть людей ответили монотерапия, гормонотерапия ингибиторами ароматазы. То есть в первой линии все равно рассматривают монотерапию, гормонотерапию ингибиторами ароматазы. Фулвистрант. И почему-то не отмечают, это была первая линия обсуждения первой линии, не отмечают CDK 4.6. Хотя, в принципе, CDK 4.6 является на сегодняшний день стандартом в комбинации с гормонотерапией. Является для этой категории пациентов, для лиминального подтипа, но на сегодняшний день является стандартным. Вестеральные метастазы с поражением печени отметили, наконец, комбинацию, но при этом не отметили возможности химиотерапии. Потому что, в общем-то, наверное, когда множественные метастазы в печени, даже если нет признаков вестеральных метастазов, мы все-таки хотим назначить химиотерапию. На самом деле, наверное, здесь было некое, так скажем, колебание врачей, потому что все-таки большей частью у нас назначают. Хотя, на самом деле, я чуть позже скажу, ингибиторы CDK 4.6 важны для больных с метастазами в печени, но без нарушения функции внутренних органов. Вестеральные метастазы с нарушением функции внутренних органов какие-либо, то есть вестеральный криз, отметили все только химиотерапию, но при этом комбинацию гормонотерапии CDK 4.6 не отметили, хотя есть когорта людей, которым можно назначать и эту комбинацию в том числе. В зависимости от количества очагов, очень интересно было, 1-2 очага в одном органе монотерапия, при этом комбинация почему-то не рассматривается, больше трех очагов рассматривается. Если комбинация CDK 4.6 и гормонотерапия эффективна для трех очагов, то, наверное, она будет эффективна и для двух очагов. Поэтому очень интересный такой был ответ наших коллег. Очаги в нескольких вестеральных органах тоже химиотерапия или комбинация. То есть таким образом врачи в нашей стране, клинические онкологи, рассматривают CDK 4.6 в комбинации с гормонотерапией как более сильную опцию с точки зрения назначения при поражении вестеральных органов. И в принципе ставят ее наравне с химиотерапией. И при этом недооценивают результаты исследований, недооценивают возможности этой комбинации при более несложных ситуациях, но при этом для продолжения увеличения и контроля заболевания и продолжения увеличения показателей выживаемости. То есть вот этот опрос как раз показал и дал нам несколько возможностей сделать для себя вопросы и соответственно ответы. И когда мы читаем лекции и какие-то рассказываем о тех или иных случаях в жизни, как раз акцентировать внимание на тех больных, которые могут получать CDK 4.6. И которые, ситуации в которых врачи не рассматривают использование этой опции. На самом деле все три опции, а где стоит вопрос, эти пациенты могут получать CDK 4.6. Есть вот данные исследования, например, литрозол с полуоциклибом против плацебо. И вот посмотрите, висцеральные, невисцеральные, только костные метастазы и не только костные метастазы. Препарат работает в комбинации с гормонотерапией, достаточно преимущество, это подгрупповой анализ, достаточно значимо. И соответственно использование этой комбинации, оно возможно. Кроме того, распространенность метастазов, посмотрите, независимо от количества очагов, один очаг или два очага, или три более очагов, тоже также в пользу CDK 4.6 в комбинации, например, с литрозолом. Или, если мы рассмотрим снижение риска прогрессирования при различной локализации висцеральных метастазов, что в печени метастазы. Главное, нет висцерального криза. На самом деле, даже поражение печени или поражение легких, вы видите справа, и в том, и в другом случае, комбинация CDK 4.6 и гормонотерапии, она даст больший успех, посмотрите, 22 месяца у больных, которые не было, в отличие от больных, которые получали терапию по выбору врача. То же самое, как и при метастазах в печени, больше года прибавка показателей выживаемости по сравнению с теми больными, которые получали терапию по выбору врача. И, в общем-то, на самом деле, во всех исследованиях, и в частности в полометрии, было доказано использование комбинации фалвестранта с полуэциклибом преимущества при всех локализациях метастазов. Висцеральные, невисцеральные, только костные метастазы. На самом деле, внедрение CDK 4.6 происходило достаточно сложно не только в нашей стране, но и в других странах. Есть много метаанализов по других странам. Когда включали CDK 4.6 уже в практическую деятельность, на самом деле только 13% в США в первый год, когда были зарегистрированы CDK 4.6, в частности, полуэциклиб, стали использовать этот препарат в реальной клинической практике. Ну, а на сегодняшний день там уже достаточно высокий процент. Вот это метаанализ, который показывает о том, что использование ингибиторов CDK 4.6 и гормонотерапии в комбинации обеспечивает наилучшие результаты терапии. Здесь 140 исследований, более 50 тысяч пациентов с алюминальным потипом, с HER2-отрицательным раком. И доказано вот в этом метаанализе достаточно большом 140 клинических исследований, туда входили и исследования реальной клинической практики, в том числе, что ингибиторы CDK 4.6 с гормонотерапией, с эндокринотерапией превосходят стандартную эндокринотерапию по показателю времени без прогрессирования. И ни один режим из химиотерапии, когда были исследования по выбору врача, не превосходил комбинацию гормонотерапии и CDK 4.6 у пациентов с метастатическим и люминальным А и Б по типам раком и молочной железы. Ну, вот я, наверное, освещу последний вопрос, потому что на самом деле время заканчивается, я уже перебираю 30 секунд. Последний вопрос, с вашей точки зрения, что сейчас ограничивает применение комбинации ингибиторов CDK 4.6? И было, возможно, представлено несколько вариантов. Вы посмотрите, помните, я вам акцентировала внимание, 78% врачей, которые говорили, да, нужно назначать первые линии, но они при этом назначают всего 35%. Так ответили на вопрос врачи, почему ограничивают их применение. То есть они понимают, что надо назначить в первой линии, но при этом половина из этих людей не назначают. И самая большая причина – это нерешенные вопросы доступности терапии. И вы прекрасно знаете о том, что не все регионы имеют региональные льготы. В КСГ использование препаратов достаточно сложно, потому что это требует постоянной госпитализации пациентов. И за дня в день, из года в год, наверное, я не знаю, у нас есть больные, которые уже по два, по три года получается CDK 4.6. И продолжать эту госпитализацию, выдавая по одной таблетке в рамках КСГ, это не очень правильно, наверное, это очень логистически неверно. И, в общем-то, наверное, это тоже ограничивает. С одной стороны, это стоимость терапии, потому что не все регионы, как оказалось, имеют финансирование даже на УМС, равное такое, как в Санкт-Петербурге или в Москве. Потому что я вот была на совещании не так давно, по организации здравоохранения собирали российский такой, всех специалистов, главных врачей. И оказалось, что некоторые регионы вообще имеют очень маленькие тарифы и очень мало им дается денег в рамках УМС на лекарственное лечение онкологических больных. И при этом региональные льготы на, предположим, закупку амбулаторного приема препаратов у них нет в регионе. И на самом деле, конечно, вот эта стоимость, хотя препарат достаточно уже снизил свои цены, вводя в ЖНВЛП. И самое главное, это недоступность на самом деле, ну недостаточность знаний всего 4%, информация тоже 10%. Самое главное, что ограничивает наших врачей в Российской Федерации использовать наиболее эффективную схему для лечения метастатического рака молочной железы люминального подтипа, это, к сожалению, нерешенные вопросы доступности терапии и стоимость терапии. И, в общем-то, наверное, должна закончить, потому что время уже мое закончилось. Если есть вопросы, я готова на них ответить. Спасибо. Спасибо.